Здравствуйте, дорогие друзья! С вами я, Мороз Алексей, компания Кровмонтаж. Всегда просматриваю, читаю комментарии, особенно яркие комментарии всегда хочется отметить. Вот, например, нам написала Ольга Бузова. Я вас люблю, вас любит страна. Алексей, здравствуйте! Мне очень нравится смотреть ваши видео, особенно те, где вы разъезжаете по Подмосковью и помогаете разным людям решать их проблемы. Но в последнее время такие ролики у вас не выходят совсем. Все видосики из одного и того же места. Скажите, неужели вы перестали разъезжать? Люблю, как будто меня не предавали. Нет, не перестал я разъезжать. Ездим мы часто в технадзоры диагностики, помогаем людям, но хочется показать что-нибудь красивое, яркое, информативное. Вот в этом видео мы собрали самые яркие моменты из последних диагностик. Приятного вам просмотра! Кайфовать! К чему приводят строительные ошибки? Мы сейчас, друзья, на очередной диагностике осматриваем причины возникновения протечек. Позволили нам вскрыть карнизный свес. Такие были сосульки с этой стороны. Протечки имеются также и внутри дома, но вскрыть нам позволили именно на улице. Посмотрите, как льдом наполнен карнизный свес. Это не крыша протекает, это конденсат, потому что вот с гидроизоляцией все капало и отсюда видно, что там, где утеплитель, тоже все наполнено влагой. Ошибки здесь какие? Что я вижу? Нет подкроельной вентиляции. Толщина утеплителя не соответствует. Здесь у нас 150 миллиметров, но по нашему региону, московскому, должно быть утепление минимум 250 миллиметров. И используется гидроизоляция не того класса. Здесь гидроизоляция для холодных чердаков. А на самом деле крыша у нас мансардная. Вот три ошибки в совокупности. К сожалению, без капитального ремонта нельзя обойтись. Естественно, людей интересует вопрос, что можно сделать и какими силами это решить. Но здесь придется делать капитальный ремонт крыши, все это переутеплять. И крыша вырастет где-то на сантиметров 15, если сделать дополнительное утепление, вентиляцию. Как избежать такие ошибки? Ну, во-первых, при строительстве нужно контролировать процесс. Хотя бы приглашать специалиста на приемку работ, либо в процесс производства. Но что касается конкретно этого дома, то дом был куплен год назад. Сейчас первая зима и вот результат. Старый владелец, он здесь проживал, по его словам, около шести лет. Проблему он наверняка знал. И дом продали год назад. Человек приобрел, и первую зиму, отопительный сезон, он увидел эти проблемы. Какая история? То есть надо проводить диагностику дома на момент покупки. И предыдущий хозяин, я уверен, он знал о проблемах своей крыши. Потому что следы конденсата есть застарелые, они имеются. Я сейчас был на чердаке. Он точно знал о проблемах. И, возможно, даже и продал дом, зная, что с кровлей есть проблемы, требует капитального ремонта. А нельзя, да, обсирать? Надо раху лучше хорошего. Вот мы приехали в подмосковный коттеджный поселок. Таких замечательных танхаусов, английский красивый стиль, двухэтажные танхаусы и третий этаж мансардный. На этом поселке у всех однотипная проблема. С этого поселка уже не первый сигнал СОС ко мне поступает. У всех проблема с кровлей. Здесь на кровле цементно-песчаная черепица. По стенам внутри все течет. Владельцы одного из танхаусов пригласили меня на осмотр. Я только что провел здесь диагностику. На мансарде, конечно, полный ужас. Самое печальное, что только сделали отделку, не прошло и месяца, как люди въехали, первая же оттепель, перепад температур и конденсат побежал по стенам. Это печально. Я проконсультировал людей, рассказал про ошибки и какие работы нужно предпринять, чтобы гарантированно исключить дальнейшую проблему. Потому что уже кто-то им советовал поставить греющие кабеля на кровлю в желоба и все пройдет и так далее. Постучать, помазать герметиком. Здесь предстоит капитальный ремонт кровли сверху. Так как внутри уже отделка сделана, нужно ставить леса и вскрывать кровлю, цементно-песчаную черепицу, перебирать. И заодно проверить мансардные окна, там мансардных окон достаточно и так далее. Комплексный ремонт кровли. На каждый танхаус придется отдать за кровлю не меньше миллиона, как минимум, работы и материалы. Советую вам при покупке подобной недвижимости вызывайте эксперта, обращайтесь к профессионалам. Это поможет вам сэкономить денежку. У меня была футболка с твоим изображением, но я предпочла избежать. Вот сосульки на данном доме. Сейчас минус 5 капает прям под дом. Это значит, что происходит теплопотеря. Если на вашем доме в зимний период растут сосульки, то на это нужно обратить внимание. Скорее всего, вероятно, у вас теплопотери, плохо утеплен дом или потолок. Проходит тепло на чердак, греется, как говорится, крыша, тает и образуются, растут сосульки. Запускать можно это? В смысле запускать? Ну, бросить вот так, да и пусть. Да нет, конечно. Надо сразу же звонить в кровмонтаж. Хватит щеголять знаниями. Ломать не стволить. Утеплитель мокрый. Прозвонил я тепловизором. Сквозь вагонку видно очень большие теплопотери. Темные полосы, видно прям в стыке утеплителя. И говорит о том, что утеплитель мокрый. Осмотр тепловизором показал, что эта кровля подлежит полному ремонту, замены теплоизоляции. Она здесь уже сырая от влаги, от конденсата. Полностью нужно менять. Менять пароизоляцию. Очень много щелей, непроклеенных стыков и так далее. Теплопотер здесь очень много. Хозяин топит улицу. Безобразие. А что тебе газа жалко, что ли? Это круто. Один из домов, который приобрели. И сейчас происходят здесь отделочные работы. Отопление есть. В доме тепло. Мне сказал заказчик. Шесть лет он стоял с отоплением. И проблем с кровлей не было. Но в этом я сомневаюсь. Только что мы провели здесь диагностику. Вскрыли кровельный пирог. Обнаружились ошибки при устройстве кровельного пирога. Там гидрозоляция типа D. Есть в утеплителе влажность. Но это еще не самое главное. Идут влажные сейчас работы в доме. Отделка. Может, конечно, это усугубило. Но те фотографии, которые прислали мне в Директ, с потеками по внешнему фасаду, даже затекают по внутренней стене, по окнам. И попадают во внутренний этаж на втором этаже. Здесь третий этаж мансардный. Навряд ли это тянет на конденсат. Ошибки пирога и вентиляции. Здесь проблемы намного серьезнее. То, что при продаже новому владельцу сказали, что проблем с кровлей не было, в этом я очень сильно сомневаюсь. Пойдемте посмотрим на крышу. Там есть на что посмотреть. Такого колхоза я еще никогда не видел. Кровля из битумной черепицы. Выполнена в такой комбинации с надстенным желобом. Грубейшее нарушение всех возможных технологий. Любой производительной битумной черепицы скажет, что так делать нельзя. Протекает именно здесь по карнизам, да так, что течет и по внешнему фасаду, и по внутреннему. Почему так решили? Я думаю, что архитектура дома такая. Небольшие карнизные свесы и выполнены в виде красивого камня по периметру. В комбинации с битумной черепицей можно делать подвесную водосточную систему, которая висит, так сказать, сбоку. И я так думаю, что она закрывала красоту вот этого карнизного камня. И пришло решение, видимо, сделать вместо подвесного желоба надстенный. Но только забыли, друзья, что надстенный желоб можно выполнить только в фальцевом варианте. Но история с фальцевой кровлей, она, конечно, уже трудозатратная. Требует других квалифицированных специалистов. Экономия произошла вот здесь. Итог простой. Нужно переделать крышу. Какой вывод можно сделать, дорогие друзья? При покупке дома обязательно пригласите специалиста, который оценит состояние вашего дома, кровли, и поможет вам как минимум сэкономить какие-то средства, либо раскрыть глаза на качество произведенных работ. Ну и сторговать не один, так второй миллиончик. Потому что дома – это серьезные инвестиции в жизни, и стоит это недешево. Не бойтесь, как я. Нет-нет-нет, Алексей, главный редактор просит именно вас. Сбрасывайте время и место, и я подъеду. Мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало Проще, уже не кажется, так бесконечно. Вот эти стянания из года в год, вот все подорожало, оно каждый год дорожает, я отмечаю, сезонное дорожание, так сказать. Вот, потом вот сумма, обозначенная 600-800 тысяч, это 10%. Я очень люблю контролировать, и также вот на определенном этапе, это была одна из моих проблем. Точная помощь, восьмой, до зимы, до зимы. Вот, например, нам написала пользователь с никнеймом Ольга Бузова. Когда я еще не была Ольгой Бузовой. Дорогая Ольга и все остальные наши подписчики, надеюсь, вам было интересно. Ставьте лайки, подписывайтесь и не повторяйте чужих ошибок. С вами был я, Марус Алексей, компания Кровмонтаж. Пока! Я знала, что ты закончишь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok